Негуманитарное перемирие от Хамаса. Палестинские боевики нарушают режим прекращения огня. Европу захлестнули антивоенные акции. Дипломатическая эвакуация. США закрывают свое посольство в Ливии. Столкновения в Триполи угрожают персоналу, считают в Вашингтоне. Кто сбил малайзийский Боинг? Черные ящики подтверждают версию о ракетном обстреле. К месту окружения прибывают иностранные эксперты. Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа. Такое решение в Иерусалиме приняли с продолжающимися обстрелами территории еврейского государства палестинскими боевиками. Как заявили в армии обороны Израиля, Цахал решил продолжить наступательное действие из-за грубых нарушений гуманитарного перемирия со стороны группировки Хамас. Ранее в регионе было объявлено о временном прекращении огня. Накануне утром вступила в силу договоренность о 12-часовом перемирии. Международное сообщество призвало стороны к продлению этого режима на 24 часа. В ночь на сегодня Израиль дал свое согласие, но Хамас от прекращения огня отказался. Группировка выдвигает предусловия, в частности, настаивает на снятии блокады сектора Газы и выводе оттуда военнослужащих Цахала. Выполнять предусловия Иерусалим не намерен. Даже во время перемирия израильские солдаты продолжали уничтожать подземные тоннели, используемые террористами для осуществления диверсий. Ликвидация военной инфраструктуры Хамаса – главная цель операции «Нерушимая скала». Всего с начала военной кампании военнослужащие Цахала поразили более 3,5 тысяч целей в секторе Газы. Это не только тоннели, но и склады с боеприпасами, оружейные мастерские, замаскированные пусковые установки, а также дома палестинских боевиков. Армия обороны Израиля, между тем, опубликовала видео, на котором военнослужащие бригады «Гивати» демонстрируют обнаруженныеми ракетные установки и снаряды. В другом ролике солдат рассказывает о восьми шахтах в подвале дома в секторе. По данным Цахала, в ходе операции «Нерушимая скала» в секторе Газы были ликвидированы не менее 300 террористов. По информации палестинских источников, число погибших в секторе с начала операции превысило тысячу человек. В Газе утверждают, что большинство жертв – гражданское население. В Израиле заявляют, что Хамас использует мирных жителей в качестве живого щита. На призывы Иерусалима покинуть сектор на время проведения военной операции многие палестинцы отвечают отказом. Мы видели, что произошло в лагерях беженцев в Сирии, видели, что произошло с беженцами в Ливане. Почему мы должны эмигрировать? Нет, мы не уедем. Ужасной жизни в другом месте мы предпочитаем смерть здесь, под завалами. Потери несут не только палестинские террористы, но и армия обороны Израиля. Число погибших солдат перевалило за четыре десятка. Сегодня утром стало известно о гибели еще одного военнослужащего. 27-летний старший сержант Барак Рафаэль де Коргер погиб в результате взрыва минометного снаряда на границе с сектором Газы. Есть жертвы и среди мирных израильтян. Боевики продолжают обстрелы территории еврейского государства. По данным пресс-службы Цахала, всего с начала операции «Нерушимая скала» из Газы были выпущены более двух тысяч ракет. Часть из них была сбита системой про железный купол. Ликвидация группировки «Хамас» приведет к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава разведывательного управления Министерства обороны США Майкл Флинн. По его мнению, уничтожение террористического движения спровоцирует появление в регионе новой, еще более опасной организации. В качестве примера сотрудник Пентагона привел группировку «Исламское государство Ирака и Леванта», захватившую обширные территории в Сирии и Ираке. «Хамас» тем временем ищет поддержки не только среди ближневосточных единомышленников. Британская «Телеграф» утверждает, что палестинская группировка пытается купить ракеты у Северной Кореи. Переговоры якобы ведет некая торговая компания, работающая в Ливане. Стоимость сделки между «Хамасом» и «КНДР», по данным газеты, составляет сотни тысяч долларов. При этом отмечается, что первый платеж группировка уже произвела. Между тем, в разных странах мира продолжаются антиизраильские акции. Организаторы в основном мусульманские общины. Демонстранты требуют немедленного прекращения военной операции Цахала. Лица пропалестинского Парижа. Они обвиняют Израиль в геноциде жителей сектора Газы и сжигают израильский флаг. Сдерживать эмоции демонстранты не пытаются. Приходится сдерживать демонстрантов. Занимаются этим люди в ярких жилетах, представленные организаторами акций для соблюдения порядка. Не получится у гражданских, за дело возьмутся полицейские. Вот они, наготове. Параллельно встреча глав внешнеполитических ведомств США, Турции и Катара обсуждают Палестино-Израильский конфликт. Мы все надеемся, что соглашение о прекращении огня будет долгосрочным. Можно будет собраться вместе и работать в этом направлении. Придется решать сложные вопросы, которые накопились между государством Израиль и палестинскими группировками. Я хочу заверить всех участников, наших коллег, союзников, что Турция будет работать, чтобы остановить кровопролитие, чтобы достичь прекращения огня и, в конце концов, чтобы было принято решение, которое раз и навсегда позволит прекратить конфликт. Это уже Швейцария. Как и во Франции, лозунги те же. Принесли с собой демонстранты и фотографии погибших в Газе мирных жителей. Это действительно шокирует меня. Трудно смотреть на этих людей, которые всего лишены, которые видят, как разрушают их дома. Когда мы говорим «мы все палестинцы», это действительно так, потому что то, что происходит, касается каждого из нас, всего человечества. И мы должны реагировать на это. «Израиль! Бойкот! Израиль! Бойкот! Израиль! Бойкот! Израиль! Бойкот! Израиль!» Призывы бойкотировать – тоже не новость. В Лондоне, как и в Швейцарии, акция «Призывы к Израилю прекратить атаки газы». Огромный палестинский флаг в центре британской столицы. Антиизраильские эмоциональные акции проходят и в Германии. Глава МИД ФРГ, как всегда, спокоен и прагматичен. «Мы должны быть реалистами. То, на что мы сегодня можем надеяться – это заложить фундамент для обеспечения прекращения огня. Этот вопрос не решится сразу». Демонстранты, собравшиеся в первую за три недели спокойную субботу в Тель-Авиве, разделились на два лагеря. Одни – за немедленное прекращение военной операции, другие – просто за Израиль. Акция закончилась, как только стало известно. Хамас нарушил гуманитарное перемирие. В Иерусалиме терпели обстрелы территории Израиля всю ночь. Только утром Цахал возобновил полномасштабную военную операцию. США закрывают свое посольство в Ливии из соображений безопасности. В связи с продолжающимися насилием и боями в Триполе между различными вооруженными группировками, сотрудники дипмиссии, в том числе охрана, состоящая из морских пехотинцев, эвакуированы в соседний Тунис. В Вашингтоне при этом подчеркивают, что это лишь временная мера. Соединенные Штаты намерены продолжить дипломатическую активность в этой стране. США приостанавливают работу своего посольства в Триполе уже во второй раз за последние три года. В первый раз дипмиссия была закрыта после трагедии в Бенгази. В 2012-м в результате нападения на консульство Соединенных Штатов в этом городе погиб посол Кристофер Стивенс и трое других американцев. Украинские силовики вошли в еще один населенный пункт Донбасса, находящийся под контролем ополченцев. Военные вступили в бой за город Дебальцево в Донецкой области. Ранее сепаратисты заявили, что в результате артиллерийского обстрела армии там сгорел рынок, пострадали жилые дома и кладбище. Ополченцы утверждают, что утром силовики нанесли артобстрел по городу Горловка. Все в той же Донецкой области. А в Луганске сегодня была объявлена воздушная тревога в связи с вероятным обстрелом или авианалетом. Впрочем, как заявляют в Киеве, сепаратисты ведут активную агитационную и пропагандистскую работу среди населения Донбасса. В пресс-центре антитеррористической операции утверждают, что ополченцы, в частности, обстреливают донецкие близлежащие города из танков, на которые водрузили украинские флаги. Отмечается активизация деятельности разведывательно-диверсионных групп профессиональных наемников, которые прошли соответствующую подготовку по проведению террористических актов против мирного населения. Запугивания украинцев террористы прибегли к новой подлости. По данным разведки вооруженных сил Украины, два танка-оккупантов, на броне которых были написаны «на Киев» и «на Львов», после того, как бандиты закрасили надписи и повесили на них украинскую государственную символику, государственный флаг Украины, начали обстрелы жилых кварталов Донецка и других близлежащих городов. К ситуации в зоне АТО на востоке Украины сегодня приковано пристальное внимание всего международного сообщества. Именно там рухнул малазийский «Боинг-777», в вину закрушения которого стороны перекладывают друг на друга. Место падения самолета находится в районе, контролируемом пророссийскими формированиями. Ополченцы, правда, обещают доступ в регион представителям стран, принимающих участие в расследовании авиакатастрофы. Сегодня стало известно о том, что Малайзии удалось договориться с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александром Бородаем о допуске на место крушения «Боинга» Международной полицейской комиссии. В район трагедии уже прибыла группа голландских экспертов, жандармов и криминалистов. Нидерланды, напомню, в результате авиакатастрофы понесли самые большие потери. Из 298 человек, находившихся на борту рухнувшего лайнера, 192 были подданными королевства. Своих специалистов на место крушения направляет и Австралия, 27 граждан, которые погибли в катастрофе под Донецком. Премьер-министр Тони Эббот сегодня заявил, что контингент австралийской федеральной полиции будет оказывать помощь в поисках останков тел погибших, личных вещей пассажиров и обломков самолета. Сегодня я объявляю о том, что в районе крушения в составе международной гуманитарной миссии безоружного контингента Нидерландов будет развернута федеральная полиция Австралии. Из 49 членов миссии 11 австралийцы. Думаю, в будущем их число возрастет. Ранее Тони Эббот довольно жестко восказался в адрес России в связи с крушением малазийского Боинга. Австралийский премьер, в частности, заявлял, что Москва понесет тяжелую ответственность, если выяснится, что лайнер был сбит российской ракетой. Кстати, как утверждает американская телекомпания CBS, данные из черных ящиков подтверждают версию о военном следе. Источник в Европе рассказал, что авиакатастрофа произошла из-за мощного взрыва. Портовые самописцы, напомню, ранее были доставлены в Лондон, где их расшифровкой занялись британские эксперты. В Москве считают, что самолет мог быть сбит украинским Су-25 или украинской системой ПВО. В Киеве и на Западе звучат версии о причастности к трагедии ополченцев, сбивших лайнер при помощи российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Страны Запада уже ответили на авиакатастрофу под Донецком ужесточением санкций в отношении России и готовы идти дальше. Все чаще звучат призывы лишить Москву права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. За запрет теперь выступает и вице-премьер Великобритании Ник Легг. По его мнению, лишение права принимать Мундиаль должно стать частью пакета санкций ЕС против России. FIFA, впрочем, такие идеи не разделяет. Высшая футбольная организация отрицательно высказалась не только по поводу отмены турнира в Москве, но и по поводу возможного бойкота чемпионата. Экс-президента Грузии вновь вызвали на допрос. Михаил Саакашвили должен явиться в Генеральную прокуратуру в понедельник в 11 часов утра по местному времени, как пояснили в ведомстве, для участия в следственных мероприятиях. На минувшей неделе прокуратура объявила о создании консультационной группы по расследованию обвинений против бывших высокопоставленных чиновников. Экс-глава государства после истечения своих полномочий, покинувшей территорию Грузии, на допрос являться не собирается. Его адвокат заявил, цитирую, «Саакашвили не намерен включаться в совместную игру Путина и олигарха». Речь, очевидно, идет о бывшем премьер-министре Грузии миллиардере Бедзине Иванишвили. Именно его политической коалиции удалось выиграть парламентские, а затем и президентские выборы и вытеснить партию Саакашвили с политической арены. Оппоненты изначально обвиняли Иванишвили в лоббировании интересов Москвы. Круизный лайнер Коста-Конкордия приплыл в Геную, правда, не без посторонней помощи. В течение четырех дней его сопровождали несколько больших буксировочных судов. Это последний этап крупнейшей морской спасательной операции в истории. Порт Геную – последнее пристанище для Коста-Конкордии. Вскоре там должны начаться работы по разборке лайнера. Они, как ожидается, продлятся около двух лет. Судно, некогда выполнявшее круизные рейсы, пойдет на металлолом. Коста-Конкордия потерпела крушение в январе 2012 года, налетев на риф у итальянского острова Джилья. В результате катастрофы погибли 32 человека. И напоследок кадры управляемой катастрофы из Великобритании. В английском городке Диткос снесли башни тепловой электростанции. Работающая на каменном угле и природном газе ТЭЦ считалась одним из самых загрязняющих окружающую среду объектов Соединенного Королевства. У стен предприятия часто проходили акции протеста британских зеленых. На этот раз станция в Диткоте привлекла к себе внимание не из-за разрушительного воздействия на природу, а из-за разрушения ее самой. На этом у меня все. Эфир РТВ продолжит программу «Мегаполис» наших московских коллег. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова